Всем привет! В этом видео я расскажу как удалить учетную запись пользователя в операционной системе Windows. В операционных системах Windows существует возможность добавлять несколько пользователей в одну систему, дающая доступ компьютеру другому человеку. В случае, если у вас уже есть учетная запись, которая вам не нужна, вы можете просто ее удалить, потому как такая учетная запись может занимать достаточно много дискового пространства и удалив ее вы сможете его освободить. Далее в видео я покажу как это сделать. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, чтобы удалить учетную запись пользователя, откройте параметры Windows, нажав кнопку «Пуск», далее перейдите в «Учетные записи», выберите вкладку «Семья и другие люди». Здесь будет предоставлен список всех пользователей, добавленных в текущую систему. Выберите ту учетную запись, которую вы хотите удалить и нажмите кнопку «Удалить». Возможно, вам придется ввести пароль администратора. Если кнопка «Удалить» не отображается или она не активна, войдите в свою учетную запись как администратор, а затем попробуйте повторить процедуру удаления еще раз, после чего вы получите сообщение о том, что все данные, хранящиеся в учетной записи пользователя, будут удалены. Это подразумевает удаление всех его данных с этого компьютера, хранящихся на системном диске C в папке с именем пользователя, которого вы собираетесь удалить, включая объекты рабочего стола, документы, фотографии, загрузки, видео и другие файлы. На других дисках данные пользователя удалены не будут. Если пользователь сохранил файлы на другом системном диске, они все останутся там. Будут удалены только файлы из собственных библиотек пользователя на системном диске C. Для подтверждения нажмите кнопку «Удалить учетную запись» и «Данные». Когда вы это сделаете, то восстановить обратно данные вы уже не сможете. Еще один способ удалить учетную запись пользователя, используя панель управления. Откройте ее, нажав «Поиск» и введите панель управления. Затем откройте «Учетные записи пользователей». Для внесения изменений в учетную запись вы должны обладать правами администратора. В открывшемся окне откройте «Управление другой учетной записью» и выберите учетную запись пользователя, которую вы хотите удалить. В окне «Изменения учетной записи» вы можете выбрать разные функции управления этой записью, изменить имя, пароль, тип, а также «Удалить». Далее нажмите «Удаление учетной записи». После откроется окно, где будет предложено, как поступить с файлами этого пользователя. Удалить или сохранить их в отдельной папке на рабочем столе. Для удаления всех данных нажмите «Удалить файлы». В случае, если вы выберете «Сохранить файлы», на вашем рабочем столе появится соответствующая папка. Еще один способ удалить учетную запись тоже требует наличия прав администратора. Для этого откройте окно «Выполнить» с сочетанием клавиш «Windows Plus R» и введите «NetplWiz». Перед вами откроется окно «Учетные записи пользователей». Отметьте ту, которую нужно удалить и нажмите «Удалить». После подтверждения процесса удаления, выбранная учетная запись пользователя будет удалена. Еще один из методов удаления учетной записи через управление компьютером. Чтобы открыть его, нужно нажать правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или же на этот компьютер «Управление». Далее перейдите в «Локальные пользователи» и «Группы». «Пользователи» здесь нажмите правой кнопкой мыши по той, которую хотите удалить и выберите «Удалить», а затем «Да» для подтверждения. Еще один из методов – это удаление учетной записи с помощью реестра. Неправильная настройка реестра может нарушить работу операционной системы или вывести ее из строя, поэтому прежде рекомендуется сделать его резервную копию. Как это сделать, смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Чтобы запустить реестр, нужно открыть окно «Выполнить» в комбинации клавиш «Windows Plus R» и в открывшемся окне вписать «RecEdit». Далее перейти по пути «HKLocalMachine Software Microsoft Windows NT Current Version Profile List», где находятся папки пользователей. Далее нужно найти ту папку, которая отвечает за того пользователя, которого вы хотите удалить. Для этого ищем каждый из них файл «Profile Image Pad», где в столбце «Значения» будет указан путь к папке конкретной учетной записи. Когда найдете нужную, нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Затем перейдите по пути «C Users» и здесь тоже удалите соответствующую папку, после чего нужно будет перезагрузить компьютер. Также удаление пользователя возможно и с помощью командной строки. Для этого запускаем командную строку от имени администратора. Для начала нужно узнать, какие пользователи есть в системе. Для этого пишем команду «NetUsers» и когда вы уже узнаете точное имя пользователя, которого нужно удалить, пишем следующую команду «NetUsers имя пользователя //delete». В кавычках нужно указать точное имя удаляемого пользователя. В результате вы увидите сообщение, что команда выполнена успешно. Теперь можно закрыть командную строку. Существует некие ограничения в удалении учетных записей. Вы не сможете удалить все учетные записи пользователей. Если вы хотите создать новую учетную запись и избавиться от старой, нужно будет сначала создать новую и передать ей права администратора. И также не сможете удалить старую учетную запись с правами администратора, пока не войдете в систему под новой. А если вы хотите удалить свою текущую учетную запись, но не хотите или не имеете возможности добавить второго пользователя, то лучший выход это переустановка операционной системы. Как переустановить систему смотрите в одном из наших видео, ссылка будет в описании. Но прежде нужно будет сохранить все необходимые файлы на другой диск, так как после переустановки системы они исчезнут. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.